Здравствуйте! Если в летнюю жару вы не включаете кондиционер. Пока запасы воды в вашем организме есть. Вы в полной безопасности. Просто запасы нужно вовремя пополнять. Десятки видео, как правильно питаться и как правильно пить воду. В том числе и несколько видео, как пить воду и питаться в летом, в жару. На моем канале уже есть. Просмотрите! Это очень важно знать летом. И вы это можете сделать в любое удобное для вас время. Проще! Если подпишитесь на канал, вам будет проще их найти. Когда же сухость во рту стремится перейти в жажду. Значит запасы воды в вашем организме заканчиваются. И вы перенапрягаете работу сердца и сосудов. С риском в более зрелом возрасте развития гипертонического криза. Обострение ишемической болезни сердца. Тромбоза сосудов. Ну и по большому счету инфаркта либо инсульта. И других не таких уж и неожиданных проблем со здоровьем. Особенно на фоне хронических инфекций либо интоксикаций. А в более молодом возрасте все начинается с обострения ВСД. Если обезвоживание идет быстро. Например на фоне двигательной активности. Или при обильном падении. Либо эмоционального стресса. Так же рискуете как минимум еще и тепловым ударом. А вот если летняя жара затянулась. На этом фоне обычно снижается аппетит. И легко обостряется желчекаменная болезнь. Панкреатит. Дисбактериоз кишечника. А также если у вас слабые сосуды. Может среагировать венозная система. И проявление от венозной сеточки. До обострения варикозного расширения вен. А вот что делать если что может произойти. Если вы регулярно включаете кондиционер в летнюю жару. Вы узнаете прямо сейчас. Безусловно можно прожить и без кондиционера. Но когда в летнюю жару. Вы регулярно включаете кондиционер. Многое зависит от вашего пола. От вашего возраста. От имеющихся заболеваний. В соответствии с которыми. Одновременно появляются сразу несколько других опасностей для вашего здоровья. В основном со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Которые также могут угоражать не только вашему здоровью. Но и жизнью. И чтобы лишний раз не рисковать жизнью. Смотрите это видео до конца. В нем я. Врач. Фитотерапевт. Диетолог. Борис Скачков. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео на собственном канале YouTube. про правильное питание. Здоровый образ жизни. Профилактику. Лечение. Средствами народной медицины. Фарк препаратами. Подскажу вам. Как же правильно установить на кондиционере датчик температуры. В зависимости от вашего пола. От вашего возраста. От сопутствующих заболеваний. Ну и от применения различных систем питания. Смотрите видео дальше. Дальше будет еще интереснее. Многие знают, что область теплового комфорта находится в диапазоне от плюс 18 до плюс 24 градусов по Цельсию. Но! Это для абсолютно здорового человека в состоянии практически полного покоя. Так как вы как правило ведете иной образ жизни. И отличаетесь разными заболеваниями друг от друга. То область теплового комфорта может как повышаться. Так и снижаться. И какую температуру выбрать теперь именно вам. Чтобы правильно использовать для здоровья. Использовать кондиционер. Все кондиционеры при охлаждении воздуха его высушивают. Как увлажнить высушенный кондиционером воздух. Посмотрите видео на моем канале. Как сделать кондиционер полезным для здоровья. Там я подробно об этом рассказал. Потому как чем ниже температура вдыхаемого вами воздуха. Тем меньше с ним в ваш организм поступает воды. А значит с большим напряжением должен работать ваш собственный кондиционер. В носоглотке. Активные расходы и запасы воды в вашем организме. Случайно. А лучше. Целенаправленно. Созданные вами. И вот какую температуру нужно выставить на кондиционере. В зависимости от разных условий. Вы об этом узнаете. Прямо сейчас. Кто может позволить себе выставить самую низкую температуру на кондиционере. В 18 градусов. А может быть даже и ниже. Это молодые здоровые мужчины с развитой мускулатурой. Все точки должны быть. Если мышцы развиты достаточно хорошо. Это хорошее депо воды. Мышечная ткань это мобильное депо воды. Откуда при необходимости вода может расходоваться на разные потребности. Но. Мужчины должны быть абсолютно здоровы. Без хронической лор-патологии. Которая легко обостриться в таких условиях. А также без ВСД. Особенно по гипертоническому типу. Давление может резко подскочить до практически любых цифр. А также без хронического цистита, уретрита, простатита. Потому как охлаждение кожи. Особенно в области спины. Может резко снизить иммунитет и в мочеполовой системе. Если вы о чем-то забыли. Кондиционер может напомнить. Выполнив роль диагностического провокатора. Поэтому можно ставить любую температуру. И провести приятное время в компании лор-врача либо уролога. А можно более комфортно провести время. При температуре от 18 до плюс 24 градусов по Цельсию. А вот какие особенности использования кондиционеров молодыми женщинами. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Молодые здоровые женщины спортивного телосложения. Также могли бы позволить себе поставить кондиционер на низкую отметку плюс 18. Но такая ситуация встречается реже. А значительно чаще у женщин присутствует ВСД по гипотоническому типу. И в этом случае женщины могут себе позволить такую низкую температуру. Но кратковременно. Вместо чашки кофе. Как легкую тонизирующую процедуру. Потому как попадание воздуха на кожу. Холодный воздух спазмирует сосуды кожи. И несколько повышает артериальное давление. И кратковременно это здорово. Длительно нельзя. Потому как запасы воды в организме у женщин относительно небольшие. И кондиционер достаточно быстро может спровоцировать как минимум головную боль. И снижение работоспособности. А в определенные дни менструального цикла еще и обострение ПМС. А как максимум ринит, гайморит, бронхит, пневмонию. Это по выбору. В зависимости от длительности нахождения в таких не самых простых условиях. Поэтому женщинам лучше выставлять кондиционер на отметке как минимум плюс 24 градуса. На этой же отметке плюс 24. Лучше ставить кондиционер детям и подросткам. Активный обмен веществ на фоне относительно большой площади контакта с воздухом. Это самая высокая скорость обезвоживания. Поэтому на открытом воздухе дети больше других подвержены тепловому удару. А в среде с работающим кондиционером к развитию осложнений. В основном со стороны органов дыхания. Которое в этом возрасте наиболее вероятно. А вот кто еще очень похож по особенностям развития осложнений на детей и подростков. Об этом вы узнаете прямо сейчас. В реакции на кондиционер дети очень сходны с людьми пожилого возраста. Я имею ввиду скорость развития осложнений со стороны органов дыхания. Но! Если у детей в основном это начальные отделы органов дыхания. То у людей пожилого возраста самые опасные осложнения со стороны легких. Потому как нарушение вентиляции, связанное с плохим отхождением мокроты, могут для них очень плохо закончиться. Но эти особенности возникают у людей в возрасте по совершенно иной причине. По скудности мобильных запасов воды в организме. И сниженных возможностей сердечно-сосудистой системы доставлять воду именно к органам дыхания. Особенно не стоит снижать температуру тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца, гипертония. Потому как расширение сосудов кожи под действием тепла в окружающей среде снижает артериальное давление и уменьшает нагрузку на сердце. А при попадании в более прохладные условия все происходит наоборот. Сосуды кожи сужаются, сопротивление току крови увеличивается, повышается артериальное давление и нагрузка на сердце. Поэтому в этом случае людям пожилого возраста температура на кондиционере может быть и 24, и 26 градусов, и выше. Да, не ниже, а выше. Можно и 30 поставить. Чем меньше контраст будет между воздухом в окружающей среде и в кондиционерном помещении, тем больше возможностей для пожилого человека сохранить свой уровень здоровья. Понимаете теперь, почему люди в возрасте достаточно активные противники кондиционеров? И чем это для них может закончиться при переходе в значительно более прохладное помещение? В лучшем случае гипертонический кризис. Проходше не буду. Перешлите это видео своим родителям. Они будут, эта информация будет для них далеко не лишней. А при правильном питании и отношении к кондиционерам, они летом смогут сэкономить и на таблетках для снижения артериального давления, и на электроэнергии для обслуживания кондиционера. А вот как правильно питаться в летнюю жару, если вы регулярно попадаете или не попадаете под действие кондиционера? Вы об этом узнаете прямо сейчас. Какую же систему питания лучше применить в летнюю жару? Если вы кондиционер не используете и не планируете использовать, подойдут жесткое вегетарианство, даже сыроедение. Возможно соколечение. Просто чем меньше в организме вырабатывается тепла, тем лучше и безопаснее. А эти системы питания появились как раз в условиях жаркого климата. И отрабатывались там веками. Если вы на такой системе питания попали в помещение с кондиционером, температура должна быть 24 со знаком плюс. И не меньше. Больше можно. Иначе реально просто банальное переохлаждение. Просто слишком малое количество тепла. Оно хорошо при температуре 30 и дальше. А вот при температуре 24 его может быть и маловато. Если же вы кондиционер используете регулярно. И летняя жара вас особенно не достает. Можете применить смешанное питание. А если оно было и ранее, его можно не перестраивать. Важно лишь увеличить употребление жидкости в разумных пределах. И правильно его отрегулировать. Об этом я скажу позже. А вот как правильно выставить температуру в помещении? Если вы не один? Вы об этом узнаете прямо сейчас. Как же правильно выставить температуру на кондиционере? Если в помещении? В автомобиле, квартире, офисе вы не один? По самому слабому звену. Стремясь повысить, а не понизить температуру. Кондиционер это больше комфорта в условиях жары. А не устройство для закаливания организма. Однако никто не запрещает вам тренировать свой организм. Правильно применяя закаливающие процедуры. Например, контрастный либо шотландский душ. Постепенно увеличивать резервы вашего организма никто вам не запрещает. Вот как правильно? Разница температуры при использовании душа должна быть от 20-22 градусов по Цельсию до 38-39 умеренно горячей. И ее вполне достаточно для тренировки ваших сосудов, а самое главное вегетативной нервной системы. От правильной работы которой зависит и эффективная терморегуляция, и эффективная регуляция артериального давления. Позволяющие не просто выживать, но и активно работать в переменных условиях окружающей среды. И не только в летнюю жару, а и в другие времена года. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, что вносить в свой образ жизни. Кому отправить ссылочку на это видео. Я подумаю какое видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. А в одном из следующих видео вы узнаете топ продуктов питания. Как опасных, так и полезных при использовании кондиционеров. Потому как пейте больше воды. Этого мало и не конкретно. Больше воды это и глоток, и ведро, и цистерна. Тем более, что увеличивая употребление воды. Нужно изменять ее качество. Правильно регулируя. Потому как в борьбе с жарой можно загубить как минимум почки. О чем я написал одну из своих книг. Что делать если у вас печень и почки. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.